Здравствуйте! В эфире передача «Изломы истории». В нашей сегодняшней программе мы поговорим о событиях в Чехословакии, которые привели к знаменитой Пражской весне 1968 года. Надо сказать, что Чехословакия, как и большинство стран социалистического блока, выбрала плановую экономику как основополагающую. Предпринятая в 1965 году хозяйственная реформа дала некоторые положительные результаты. Постепенно сглаживались различия между городом и деревней. Повышался уровень жизни различных слоев населения. Удалось сдержать рост цен. Однако темпы преобразований по-прежнему были низкими. Сторонники Антонина Навотного с 1957 года, занимавшего пост руководителя Коммунистической партии Чехословакии и президента республики, опасались, как бы новый стиль руководства экономикой не ослабил позиции партии в государстве. Острая дискуссия по этим вопросам вылилась в политический конфликт, в котором последователи преобразований в экономике столкнулись с Навотным и его окружением. Важную роль в политическом развитии Чехословакии после 1956 года сыграл словацкий вопрос, острота которого возрастала по мере роста национального самосознания словаков и некоторой либерализации режима. Национально-политические чаяния словаков вступали в противоречие с националистической позицией чешского партийного руководства. Словацкие коммунисты, выступавшие в 40-е годы за притворение в жизнь принципа равноправия в отношениях чехов и словаков, в начале 50-х годов были обвинены в буржуазном национализме, а затем уже и осуждены. Конституция 1960 года у лишь усилила пражский централизм. Права словацких органов власти существенно ограничивались, а высший орган исполнительной власти в Словакии, корпус уполномоченных, ликвидировался. Эти перемены демагогически выдавались за свидетельство успехов процесса взаимного сближения и слияния двух народов, якобы полностью отвечавшего интересам словацкого народа. Бурю негодования вызвало заявление партийных лидеров в 1963 году о том, что даже нечего думать об отмене приговора словацким буржуазным националистам. Тогда были освобождены из заключения Гусак и Новомесский. Это словацкие жертвы процессов 50-х годов. Посмертно был реабилитирован Клементис. Проблема конституционного положения Словакии в чехословацком государстве активно обсуждалась и в словацкой партийной печати. Некоторые поступки Антонина Навотного расценивались как оскорбление национального достоинства словаков. В этой обстановке руководство словацких коммунистов во главе с Александром Дубчиком откровенно выступило против группировки Навотного. Совершенно очевидной становилась необходимость существенной корректировки курса в области национальных отношений чехов и словаков. И преодоление ведущих свою традицию еще из межвоенного периода чехословакистских взглядов. Прага же считала, что для решения словацкой проблемы достаточно будет подтянуть уровень развития Словакии до уровня чешских земель. Словацкая оппозиция в партии и обществе способствовала ослаблению позиций все того же Навотного, расценивавшая оправданные требования словаков как проявления национализма и сепаратизма. В 60-е годы заметные признаки оттепеля стали наблюдаться также и в общественной и культурной жизни. Людей покидало чувство страха, начали появляться новые журналы либеральной ориентации. Многие театры, как, например, популярный у пражских зрителей Симафор, живо откликались на злобу дня. В первой половине 60-х годов в чешской и словацкой культуре на первый план выходят деятели нового поколения, творчество которых не укладывалось в рамки прежних предписываемых официальной идеологией схем. Важным фактором общественного развития в этот период становилось общественное мнение, которое было сдержано очень многие годы. На него главным образом и опирались в то время реформаторские усилия. С отдельными проявлениями нонконформизма, конечно, можно было справиться, однако правительство понимало, что в целом прежние методы воздействия были уже немыслимы. Трибуной, формирующей оппозиции режиму, становятся такие издания, как литерарные новины, это же по-чешски будет литературная газета, и культурный живот или культурная жизнь. В октябре 1967 года произошел открытый конфликт с властями и пражских студентов. Для подавления организованной ими демонстрации была использована сила, что само по себе вызвало резкое осуждение общественности и ряда партийных функционеров. Важным рубежом в развитии кризиса можно считать четвертый съезд писателей, в июне 1967 года, который вылился в открытую критику существующего режима. Вслед за этим последовали конфискация издания литературной новины и преследование самых смелых из критиков. В обстановке отчетливого кризиса политической системы первоочередной становилась задача активного поиска выхода из него. Авторитет и влияние коммунистической партии Чехии к этому времени заметно упали, чего не могли не видеть ее руководители. В партийных рядах шло напряженное осмысление всего сделанного после 1948 года. На пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии в октябре 1967 года Александр Дубчик впервые неожиданно для Антонина Навотного выступил с обвинениями в его адрес. Дубчика поддерживает ряд членов Центрального комитета, критиковавших сосредоточение функции руководителя партии и президента республики в одних руках. Навотный избрал тактику проволочек и попытался заручиться поддержкой Москвы. На декабрьском пленуме ЦК Коммунистической партии Чехословакии в 1967 году критика Навотного лишь усилилась. ЦК практически раскололся на два лагеря. Впервые было выдвинуто предложение отстранить Навотного с заманимаемого поста в партии. Но окончательного решения не было принято. Работа пленума была прервана без каких-либо конкретных результатов. Решение всех животрепещущих вопросов жизни государства и партии отложили до января 1968 года. Январский пленум 1968 года стал важным шагом в разрешении кризиса в партии. Новым ее руководителем был избран Александр Дубчик. Навотный остается лишь на посту президента. И его сторонники, конечно, сохраняют еще значительную власть и влияние. И не теряют надежд, что перемены ограничатся только вопросами внутрипартийной жизни. Однако представители реформаторского крыла полагают, что сутью перемен должна стать ликвидация деформации социализма и демократизация не только партийной, но и общественной жизни. В качестве неотложных мер назывались урегулирование словацкого вопроса, изменение отношения партии к интеллигенции и, прежде всего, последовательная реабилитация всех пострадавших в ходе политических процессов. Для решения всех этих задач был избран путь, учитывающий внутренние условия развития Чехословакии. После январского пленума у реформаторов появилась возможность перейти в организованное наступление против консерваторов в партии с помощью давления как сверху, так и снизу, используя доступные средства массовой информации. В начале марта 1968 года практически была отменена цензура и на общество обрушился поток критики и разоблачений недавнего социалистического прошлого. Все это способствовало постепенному формированию гражданского общества в Чехословакии. Появился целый ряд новых общественных организаций. Первая из которых была Клуб Активных Беспартийных с аббревиатурой КАН. Вторая была К-231. Это была организация жертв политических процессов. Названа она была так по статье соответствующего параграфа Уголовного кодекса. Готовилась воссоздание социал-демократической партии. В ходе кампании отчетных партконференций реформаторские силы взяли вверх в руководстве многих районных парторганизаций. Подлинным центром реформаторских сил стал пражский горком коммунистической партии Чехословакии, проводивший организационную, политическую и идейную координацию их деятельности. К моменту созыва апрельского пленума в 1968 году реформаторы занимают решающие посты в президиуме и секретариате ЦК коммунистической партии Чехословакии. В том числе и на местах. В марте 1968 года президентом республики был избран генерал Свобода, организатор чехословацких воинских частей в СССР еще в годы Великой Отечественной войны. Также пострадавший в период репрессий. Председателем парламента становится Сморковский, а премьером Черник. К весне 1968 года в стране сложилось массовое движение, выступавшее под лозунгами социалистического обновления страны. Подрыв позиций консерваторов в обществе сопровождался стремлением к восстановлению Чехословакии принципов демократии. Контуры обновления политической системы были намечены в так называемой программе действий коммунистической партии. В ней была сформулирована задача создания плюралистической модели социализма. Подчеркивалась необходимость автономного положения в обществе науки и культуры. Важным пунктом программы были обещания впредь уважать гражданские права, а также заявления о необходимости введения федеративного устройства республики. Но стержнем общественной консолидации стал другой документ. Назывался он «Манифест двух тысяч слов». Он появился 27 июня 1968 года и отражал неудовлетворенность общества недостаточным отпором к консервативным силам со стороны реформаторов. Автором его был писатель Вацулик. Манифест прямо призывал граждан республики к устранению всех препятствий на пути реформ на местах. Партийные и государственные органы отвергли манифест как документ, призывающий к разрушению существующей политической системы. Но на общество он произвел необычайно сильное впечатление. Почти половина районных партконференций Чехии и Моравии высказалась в ходе выборов делегатов на партийный съезд за манифест. Реформаторами было многое сделано для завоевания большинства делегатов на предстоящий съезд Коммунистической партии Чехословакии. К лету 1968 года о руководящей роли Коммунистической партии в стране трудно было уже говорить. Общественность выступала за демократизацию национального фронта, за реализацию на деле принципов плюрализма и парламентской демократии, за свободную конкуренцию всех политических сил. Звучали требования перестроить национальный фронт на принципах партнерских отношений и разрешить деятельность оппозиционных партий в стране. Кардинальные преобразования начались в массовых общественных организациях. В ходе выборов в заводские комитеты профсоюзов создавались профорганизации нового типа. Был опубликован новый проект профсоюзной программы. Произошла небывалая активизация молодежного движения. В марте 1968 года был распущен Единый Чехословацкий союз молодежи, а на его месте появилось около 20 самостоятельных молодежных организаций. Сотни различных клубов по интересам. Развернувшиеся в Чехословацкой социалистической республике политические преобразования вызвали насторожность партнеров по советскому блоку. И проводится ряд совещаний партийных и государственных руководителей стран Варшавского договора в Праге, Дрездене, Софии, Москве и Варшаве. Где ставился вопрос об отказе избранного чехословацкими лидерами курса. Но реформаторов во главе с Александром Дубчиком так и не удалось сломить. Хотя последнего обвиняли в тактике компромиссов, проволочек в исполнении обещаний и даже в искажении результатов переговоров с союзными государствами. Общественное мнение Чехословакии поддерживало реформаторский курс, а давление извне только приводило к росту антисоветских настроений. В условиях появления серьезных разногласий между Чехословятской социалистической республикой и партнерами по советскому блоку главной задачей внутренней политики Чехословакии стала защита суверенитета страны. В этом Дубчику и его сторонникам помогла значительная часть общества. Массовое движение поддержки достигло своего апогея во время переговоров с советской и чехословацкой делегацией в Чьерне над Тисой в конце июля-начале августа того же года. Но одновременно росло давление партнеров на Чехословакию по Варшавскому договору, особенно руководителей ГДР, требовавшей решительной борьбы с антисоциалистическими силами. Пытаясь ослабить этот натиск, Дубчик на встрече в Братиславе в августе 1968 года согласился подтвердить декларацию о единстве социалистических стран в борьбе против империализма и признал, что защита социалистических ценностей является общей интернациональной обязанностью всех социалистических государств. Но это не удовлетворило союзников. На этой основе для предотвращения возможного выхода Чехословакии из советского блока было решено ввести в республику войска ряда государств Варшавского договора. Шаг рискованный и может быть даже неоправданный. Курс Александра Дубчика на построение социализма с человеческим лицом наталкивался на определенное сопротивление и в рядах самой коммунистической партии Чехословакии. 20 августа 1968 года состоялось заседание президиума ЦК КПЧ, на котором несогласные с проводимой политической линией члены партийного руководства партии предприняли неудачную попытку перехватить власть в стране. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска СССР, Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР приступают к оккупации Чехословакии, положившие началу свертыванию процесса демократизации. Они не встретили вооруженного сопротивления и довольно быстро заняли всю страну. Рано утром 21 августа первый секретарь ЦК КПЧ Дубчик, председатель правительства Черник и председатель национального собрания Смарковский, председатель национального фронта Кригель, а затем они были схвачены, все они схвачены и увезены в СССР. Вторжение вызвало волну недовольства чехословакской общественности. Оно выражалось в исчезновении табличек с названиями улиц и транспортных указателей, появлении в городах множества плакатов и надписей на стенах, содержащих протест против грубого насилия и высмеивавших братских союзников. После занятия войсками зданий редакции, радио, телевидения и газет, сторонникам реформ удалось наладить передачи из других мест и даже выпуск газет. Общественность в ходе собраний и демонстраций выражала полную поддержку руководству республики и осуждала интервенцию. Попытки при поддержке советской стороны создать так называемое рабоче-крестьянское правительство во главе с Индрой потерпели провал. Добиться одобрения акции стран Варшавского договора со стороны органов власти не удалось. Против нее уже 21 августа все того же года высказались в своем заявлении Президиум ЦК Коммунистической партии Чехословакии, парламент, правительство, а министр иностранных дел страны Гаек осудил ввод войск в своем выступлении в Совете Безопасности ООН. В Праге спешно, в нелегальных условиях, был созван чрезвычайный 14-й съезд Коммунистической партии, получивший по месту проведения название Высачанского. Хотя в нем и не участвовали словацкие делегаты. Около более тысячи человек ранее избранных делегатов съезда одобрили протест Президиума ЦК против оккупации. Был также избран новый ЦК. В Братиславе, несмотря на сопротивление части Президиума Коммунистической партии Словакии, под влиянием событий в Праге, был также созван свой чрезвычайный съезд. И в августе, уже с 23 по 26 число, в Москве проходят переговоры с насильно депортированными в СССР чехословацкими руководителями. В их ходе чехословацкой стороне был навязан протокол, в котором было зафиксировано стремление народ и сторон к нормализации обстановки в Чехословакии. Это означало полный отказ от политических и экономических реформ. Обидно другое, что чехословацкие и словацкие лидеры вернулись в страну и приступили к исполнению своих обязанностей, полностью будучи подавленными СССР. Гусак добился принятия съездом Компартии решения считать Высочанский съезд неправомочным, но на историю это мало повлияло, на историю взаимоотношений между СССР и Чехословакией. «Пражская весна» запомнилась до сих пор и запоминается всему чешскому народу, как оккупация советского народа. И отношения между странами, к сожалению, до сих пор не могут быть налажены по этой самой причине. На этом наша программа подошла к концу. Всего Вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok